МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! У вас сейчас каникулы, время свободное, можно и попутешествовать. Не будем долго раздумывать, отправимся на юг из осени в жаркое лето. Есть на востоке Африки дивная страна Эфиопия. У нее очень богатая история, но мы с вами сегодня познакомимся лишь с одним знаменательным ее эпизодом. Перенесемся на 15 столетий назад, в VI век нашей эры. Правил тогда в Эфиопии благочестивый царь Елизвой. Христиане наслаждались миром, никто их не тревожил. Так было в солнечной Африке. Но совсем по-другому обстояло дело по ту сторону Красного моря, в Южной Аравии. Сейчас это государство Йемен. Жил там народ, называемый Савеями. В IV веке Савеи приняли веру Христову. Но спустя 200 лет власть в той стране захватил нечестивый князь Дунаан. Он был иудеем и ненавидел тех, кто веровал во Христа. Обманом, вступив на престол, он начал жестоко преследовать христиан. Многие благочестивые люди погибли от меча или были сосланы в безводные земли. А некоторые из них переплыли Красное море и принесли эти недобрые вести царю Елизвою. Тот, недолго думая, собрал войско и пошел войной на Дунаана. Быстро его победил и сделал своим данником. Но стоило только воинам царя Елизвоя удалиться к себе на родину, как коварный князь попрал все договоры и снова поднял гонения на христиан. Дунаан ставил он их перед выбором. Либо принимают они иудейскую веру, либо лишаются жизни. Вся савская страна застонала от жестокости кровожадного князя. И лишь город Награн не открыл ему ворот и продолжал исповедовать Христа. Дунаан осадил непокорную крепость со всех сторон и задумал взять ее измором. Но жители заблаговременно запаслись продовольствием, и Дунаан ничего так и не добился. Тогда нечестивый князь пошел на хитрость. «Откройте мне ворота!» – просил он. «Я не буду попирать вашу веру и клянусь Богом и законом. Никого из вас не обижу». Горожане поверили льстивым словам Дунаана. «Ну, разве может он нарушить клятву, если поклялся Богом?» – говорили они. И впустили его в Награн. Вот тут-то и открылось все его вероломство и свирепость. Князь начал беспощадно угнетать всех, и старых, и малых. Дня не проходило без казней. Цветущий город превратился в сущий ад. Но некоторые из христиан все-таки вырвались из рук карателей и с Божьей помощью добрались до царя Елизвоя. Тот сильно опечалился, узнав о таких бедствиях в соседней единоверной стране. Опять собрал войско и пошел освобождать христиан. Но этот поход оказался очень трудным. Многие полки заблудились в пустыне, а корабли сели на мель. Видя, что Господь не дает ему быстрого успеха, как было в первый раз, царь Елизвой снял с себя корону и порфиру, облегся в одежду нищего и долго молился в храме о даровании победы над иудейским князем. «Иди к старцу-пустыннику», – был ему ответ. «Он скажет, что тебе надо делать». Царь вышел из храма изрядно озадаченным. «Где найти этого пустынника?» – думал он. Но тут один из благочестивых воевод, словно читая его мысли, произнес «пустынник живет там» и указал на одинокий оазис. Елизвой, не снимая рубища, отправился туда. «Если хочешь остаться живым и победить нечестивца», – возвестил ему старец, «то обещай потом стать иноком». Царь принял его слова как ответ самого Бога, хотя, по правде говоря, и немного смутился. До конца дней своих хотел он оставаться воином, а тут придется отложить меч и взять в руки четки. «Но если этого желает Господь, кто я такой, чтобы противиться Ему?» – рассуждал он. И, собравшись с духом, твердо пообещал старцу, «Если Бог дарует мне победу над Дунааном, я тотчас оставлю царство и стану монахом». Лицо старца озарилось кроткой улыбкой. «Да будет Бог с тобою», – тихо сказал он царю. «Иди на ратное дело, победишь ты Дунаана». Слова святого старца сбылись. Князь Дунаан был повержен, хотя и не сразу. Почему Господь медлил даровать победу христианам? Вероятно, потому, что испытывал волю царя Елизвоя. Ведь стремительный успех мог поколебать его решимость и отвратить от иночества. Но, когда трудная победа все-таки была одержана, царь Елизвой уже не колебался. Не колебался в своем выборе. Вручил он эфиопское царство одному из верных друзей, отослал свой царский венец в Ярусалим, а сам ночью ушел в близлежащий монастырь. Там и скончал он свои дни в посте и молитве. К одной победе прибавил другую – победу над самим собой. За это Господь и удостоил его великой чести в небесном царстве. Завтра наша церковь прославит имя этого царя-воина, царя-инока. Будем же и мы помнить о нем. Я прощаюсь с вами, мои дорогие. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok